Честная и эффективная экономика. Основные проблемы малого и среднего предпринимательства в сфере участия госзакупок обсудили на дискуссионной площадке. Мероприятие организовали члены рабочей группы регионального отделения общественного движения «Народный фронт за Россию». Алина Ваучейская продолжит тему. Узнать, что такое 44-й федеральный закон и как он помогает предпринимательству. С этой целью будущий предприниматель Николай Ганеев пришел на дискуссионную площадку. 19-летний юноша давно решил стать бизнесменом. Мне не особо удобно, когда я работаю на кого-то. Я хочу работать на себя. И бизнес, я вижу бизнес как сферу для свободного творчества. Тем более у нас город развивающийся. Такие мероприятия – возможность подчеркнуть много новой информации как для начинающих, так и для действующих бизнесменов. Поэтому за круглым столом и те, кто только планирует заняться своим делом, и уже успешные состоявшиеся предприниматели. Тема дискуссии – деятельность частных организаций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Участие в сфере госзакупок дает предпринимателям возможность получить доход, отметил руководитель рабочей группы регионального отделения Народного фронта Валерий Чупров. В этом году из бюджета региона и муниципалитетов на эти цели направлено около 7 миллиардов рублей. Доля малого и среднего бизнеса, участия в торгах, она, безусловно, была бы выше, если была бы выше активность самого бизнеса. А так мы видим, что зачастую контракты уходят куда-то в другие регионы. То есть наш местный бизнес не проявляет активности, тем самым лишает себя возможности развиваться дальше. В ходе работы дискуссионной площадки были подняты вопросы о том, как реализуется указ президента о долгосрочной государственной экономической политике. Также представители федеральной антимонопольной службы поделились практикой обращений предпринимателей с жалобами по вопросам участия в сфере госзакупок. Кроме того, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили реализацию проекта за честные закупки в округе.